Чтобы научиться работать с файлами, нам понадобятся тестовые файлы. Их мы можем создать с помощью команды touch file name. Вообще, основная задача touch – обновить время доступа к файлу, поэтому и такое название – потрогать. Если файл существует, применив touch на него, ничего с ним не случится, только обновится информация в ноде. А если файла не существует, он создастся. Это может быть полезно в каких-то скриптах, но и сейчас это поможет нам создать тестовые файлы. С помощью touch можно разом создать несколько файлов. Touch файл 1, файл 2, файл 3. Одна из фишек командной строки – возможность работать с регулярными выражениями. Например, мы можем написать touch файл, фигурные скобки открываем, 5, 2 точки, 15 и закрываем фигурные скобки. И bash преобразит это в touch файл 5, файл 6, файл 7 и так далее. В итоге мы получим кучу файлов. То же самое работает и с буквами. Допустим, возьмем тот же mkdir, dir – нижнее подчеркивание, кавычки открываем, а две точки, f и закрываем кавычки. Но о регулярных выражениях мы еще поговорим. Также можно создавать невидимые файлы и директории. Для этого в начале имени файла или директории следует указывать точку. Например, touch.file20 или mkdir.dirhash. Если посмотреть на вывод ls, скрытых файлов и директорий не увидеть. Чтобы их увидеть, для ls нужен ключ A, то есть ls-a. Тогда мы увидим все файлы и директории. Кроме того, чтобы увидеть скрытые файлы в файловом менеджере, можно нажать Ctrl-H. То же самое, чтобы скрыть. Обычно скрытые файлы нужны всяким программам для хранения настроек в домашней директории пользователя. Но не только. В целом это позволяет скрывать ненужные пользователю файлы и директории. Итак, что можно делать с файлами? Начнем с копирования. Для этого используется команда copy. Чтобы скопировать файл в текущей директории, используем cp – имя текущего файла и имя для копии. cp – file – new file. Команда что-то сделала, а чтобы увидеть, что произошло, нужно посмотреть. ls. Многие команды сами могут показывать, что происходит во время работы. Обычно для этого используется опция verbose, то есть подробно. Вы часто будете натыкаться на эту опцию. Обычно она пишется как defisv. То есть cp – defisv – file – new file. Тут мы видим, что файл скопировался. Чтобы скопировать файл в директорию, используем команду, как я показал на экране. Но вообще, если копировать в другую директорию, то не обязательно указывать новое имя. Можно просто написать cp – file и директорию. Можно копировать из одной директории в другую, либо также не указывая нового имени. Еще можно копировать из другой директории в текущую, используя ссылку для текущей директории, то есть точку. Как я говорил в прошлый раз. То есть если мы не меняем название файла после копирования, мы просто пишем точку как текущую директорию. Если же меняем, то достаточно просто написать после пробела имя нового файла. В общем, идея какая. Для текущей директории путь не нужен, но нельзя просто написать cp – директория – file и все. Потому что синтаксис требует указать, куда файл нужно скопировать. Если это не сделать, команда подумает, что не дописано и просто выдаст ошибку. Но и до этого мы использовали относительные пути, а так мы можем работать с полными путями. Например, cp – полный путь к файлу и относительный путь к файлу. Копирование скрытых файлов ничем не отличается от копирования обычных файлов. Просто не забывайте указывать точку в начале названия файла, потому что это часть названия файла. Можно копировать несколько файлов разом, но тогда нужно копировать их в другую директорию. Ну и по той же логике указывая пути. Помните про регулярные выражения? Можем использовать и здесь. Кроме фигурных скобок можно использовать и звездочку. Ее часто называют wildcard. Она означает, что подойдет любое значение. Допустим, в директории dir.d есть три файла, и я хочу скопировать все три. С использованием wildcard все файлы скопируются. Или, допустим, если я хочу скопировать все файлы, названия которых начинаются с файл 1, а сюда подходят файл 1, 10, 11 и так далее. Я пишу команду со звездочкой, и все подходящие файлы скопируются. Давайте рассмотрим еще пару ключей. Допустим, ключ i, интерактивно. Что это значит? Когда вы копируете файл, то если существует файл с таким же названием в директории, куда вы копируете, то этот файл просто перезапишется. Это не всегда нас устраивает, иногда мы хотим лично решать, что перезаписывать, а что нет. Поэтому здесь нам поможет ключ i. Допустим, копируем все файлы в директорию dir.d. И при использовании опции i, командная строка начнет спрашивать, что же делать с файлами, которые существуют уже в директории. Мы можем отказаться от перезаписывания файла, либо согласиться. Обычно, когда какая-то команда спрашивает вопрос, на который нужно ответить да или нет, то подходят ответы y, либо yes, n, либо no. Такой вариант интерактивный. Требует, чтобы вы лично сидели и решали, что делать с каждым совпадающим файлом. Кстати, ключи можно использовать вместе. Допустим, мы знаем ключ v и ключ i. Мы можем использовать их вместе, как показано. Порядок, то есть какой ключ в начале, а какой потом, почти никогда не имеет значения. Другой вариант. Мы не хотим перезаписывать файлы. Тогда используем опцию n. Например, cp-vn-file-dir.d. Тогда файлы в директорию не будут перезаписываться. А если, допустим, мы хотим пропустить совпадающие файлы, а скопировать только файлы новее или отсутствующие файлы, тогда опция u.update. Помните про жесткие ссылки? Мы можем вместо копирования создавать жесткую ссылку. Также мы можем копировать директории. Для этого используем опцию r, рекурсивно. То есть, допустим, я хочу скопировать директорию dir.a в директорию dir.b. Но эту опцию можно использовать не только с директориями, но и с файлами. Никому от этого хуже не станет. Сбегая вперед, скажу, что в большинстве случаев правильнее копировать с опцией a вместо r. По сути, a это опции r и d. Вкратце, это позволяет сохранить права и владельца файла у копии. Как-то получилось, что я очень много времени уделил на копирование, и лучше вас пока не перегружать информацией о других командах. Но то, что мы сделали сегодня с одной командой, актуально и для большинства других команд. Во многом ключи и подходы сходятся. Продолжение следует...